и вновь вас приветствует канал это не идеология рыбалки ну и снова здравствуйте с вами вновь я костян и канал это не идеология рыбалки мы с вами находимся опять в курье под руханском под рыбзаводом и как обычно сначала ловим ерша сегодня мне надо немного хотя бы штук 10 12 поймать по-быстрому почему по-быстрому потому что на рынке сейчас уже более-менее началась конкуренция так что тут то первый стал к магазину тот и успеет что-то реализовать обменять вчера вчера простоял практически весь день и тут же можно ответить на вопрос почему и где кон тачка просто просто не успеваю потому что я пока туда-сюда надо дома снег убрать у собак убраться реализовать налимов потом сварить собакам кашу смонтировать вам видео короче я просто не успеваю по времени потому что с рынка я приезжаю уже время то в которой надо сидеть контачить как-нибудь выберем время и поедем поедем подергаем на льду воды появляется все больше под берегом тоже так что может и конкуренция маленько поубавится потому что не все снегоходы это преодолевают сейчас смотрел там он люди буран бросили на берегу потому что за берега уже большая воды много под берегом под снегом пошли пешком проверять свои удочки выскочил пораньше палатку ставить не стал все по-быстрому короче рыбачим ершик есть и думаю наловлю его быстро сразу опустил крупную мормышку которую он любит червячка потолще и ершики идут ведерко клюют сразу опа взорвался блин ну или почти сразу вчера в камеру было видно что ерш набегом когда елец стайкой приходит когда окунёк так что вроде начинает клевать а потом раз и обрезала тишина него клюет блин мелковатый был вчера куньки сюда прям наверх всплывали клунки подходили такие маленькие есть контакт сопливчик на улице сегодня тепло на градуснике минус пять здесь на нисе и ветер берет как раз нисея дует поселке тишина тепло все замело он по моему лёха уже летит я сегодня вперед надо это он он пускай ловит а я уже поехал мне уже хватит да я так покурить присел я все уже поехал проверять ты чё не помнишь что у тебя здесь лунки что ли на спуске что ли а ты там спускался я смотрю я смотрю там пешком он пошли но ерш клюет подъездка одного поймал подъездка одного поймал вот друзья маленько успели пораньше лёху как конкурента обходим помаленьку они вдвоем может может еще и успеют я уже тут на стрёме завтра уже готовится на будет к другому завтра надо будет еще раньше вставать смотрим что у нас черные дырочки это прибудет с нами большой жирный бонус как обычно при наживлении крючков еще одну маленькую историю расскажу по вопросам зрителей а пока тянем тянем потянем и надеемся что там что-то будет какой-то шахтары прокинула там на вершах тоже течение маленько появилась на енисея льда все больше видать где-то жмет в такое тепло будет вставать вообще мрак полный вчера стрельнула сегодня может не стрельнуть день на день нет идет идет налим идет красавчик и ты куда блин запутал и за палку и за садок нафига ты так сделал то плыви отсюда ой блин так ладно давайте маленько успокоим сейчас вот так а потом продолжим дальше так сейчас это все распутаем дело так это сюда это туда налим сюда садок отошел в сторону палка тоже едем дальше то верши сегодня вообще все пообсосаны опять мелочуга выходила на охоту позавчера мужику одному повезло контачил сидел поймал неплохого тайменя на конус офигел когда вытащил на 13 килограмм таймень боролся горит с ним вытащил налет и кольцо на джиг головки лопнула повезло короче ему прям напрочь идет идет на лимяка блин сидит вообще ни о чем с краю губы прям вау вау а вау еще есть еще есть налим вводит где-то еще идет фигово когда шахтару прокидывает давай подходить родимой не телепай так сильно сегодня идут чисто три три с половиной килограмма размер чуть поменьше вчера люди ходили спрашивали налима мелкого я с этими большими стоял замучился с двумя налимами вообще простоял очень долго осталось два и вот я с ними стоял 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 кое как вы стою вот эти вот вот эти будут расходиться как горячие пирожки все просите снять рынок уже сколько раз говорил не любят наши люди попадать в кадр видеокамеры и как бы снимать там нечего просто стоим у магазина и все раскладываем на нарточки налимов и ждем когда кто-нибудь придет и купит ну и скидываем объявление ватсап так все с одним один проверили почти с ним управились быстро цепляем налим у нас есть так что конкуренты нам не нужны даже лёха торопиться сразу туда откинуть что по новую нарту чик-чик и поехал еще раз скажу ваши вопросы так и идут и идут одни и те же сколько стоит у нас налим замучился это повторять налим у нас стоит 70 рублей и все равно думаю под этим роликом опять будут точно такие же вопросы сколько стоит налим все начинаем наживлять задавали вопрос по волкам если у нас волки волки у нас есть но очень мало у меня есть ролик где встретил волка оставлю ссылку в описании к этому видео ну и была еще одна встреча у меня с волком короче за всю жизнь я волка встречал всего два раза у нас на енисеи обычно почему-то они у нас одиночками бегают так чтоб стайный волк был такого нет не помню вот такое было короче раньше когда еще не было у меня техники жил я в сельванихе и ходил контактить пешком сельванихи чтобы поймать крупного налима надо идти через енисей на другой берег это три с половиной километра по снегу на лыжах лунки у меня была загородка и снега пуша знаешь откуда дует постоянный ветер туда накидываешь короче сижу контачу поймал два или три на лима все чую что-то не то поднимаю голову стоит волк смотрит ли в глаза ничего я тут у дяди саши тоже с деревни мужик взял тот раз ледобур на 180 ледобуры были вообще как бы тем более такие большие в дефиците обычно пешня лопата а тут с ледобуром крутой дырку можно пробурить правда бурение таким буром было то еще занятие блин и чё делать хватаю этот ледобур link паргону бегать замучился хватает от ледобур и давай херачить им по льду раскручивал над головой собрал все маты какие только знал и не знал короче орал так что вот просто решил уйти волк ушел я сел дальше контач посидел подергал и потом только дошло какого хера я здесь сижу надо сматываться отсюда вот так вот была такая вот история моей жизни волков тогда у деревни убивали редко но были возили сена за родами с той стороны не сея и получается дядька мы добывал волка просто спустился под угор за за родом сена волк спит на нем сгонял за ружьем уже по не сею догнал его по дороге на буране бабахнул здоровый волк был полярный шкура помню лежала у них в зале четко на диаса не орала чтоб он убирал эту херню говорит заводала псиной вонять лёха летит я уже здесь они даже вдвоем сильно быстро не смогут под язык у меня попал надо его тоже наживить для бонуса сейчас крючок покрупнее попадет так вот сюда подъяска напяли может кто-то позариться на него вот на такого давай рыбеха работаем едем дальше посмотрим как пружинка отработала на течение есть он садок подгибает аж подлёт туда течение начинает появляться тут пропадала не было поэтому шахтара появилась лёха смотрю достает помаленьку на ливу опа блин садок это помешать не будет опять конечно опа и отцепился успел поднять его пускай агерши пока тут стоят без проблем достать все сегодня и тут крупненький попал смотри чё опа еле сидит блин расстояние маленькой между крючками неудобно сразу налим и друг за дружкой идут такой переметы без прогона ставить надо по течению только там они когда друг за другом идут по фигу о еще идет сегодня этот стрельнул а то говорят лёха мне перегородил нифига у меня не перегородил есть рыба клюет сегодня неплохо шарился налим вообще зашипенно шарился все это был крайний крючок отцепляемся путь пусть дорогу пара налим вообще не сидят прям за края вот еще один за краешек а он еще за краешек а нет этот заглотил вот и все друзья проверка закон как обычно с вами был я костян енисей черная дыра там он где-то лёха сыном все полетели полетели на рынок всем не хвостань чешуи на ваших водоемах и до встречи на реке расскажи как у тебя налима продаются 70 рублей килограмм как берут такая же фигня налим есть люди рынок хотели посмотреть весь рынок у нас стал к магазину и торгуй вот так так тут у нас все не меняется нифига у лёхи почти кончились у меня еще у меня еще есть берут помаленьку короче сколько мы стоим уже часа три из нас прет почти здорово вот и все друзья на ли мы все реализованы мне повезло получается последних налимов у меня забрали оптом и тут же у лёхи последнего тоже забрали все теперь готовка как обычно собакам на крылечке и уборка снега снега уже на мило достаточно много еще у собак вольвере надо тоже снег убрать еще до конца и Продолжение следует...